ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте в путь. Поехали! Всем привет! У нас появилось свободное время, и в этот раз мы решили поехать в Ческий рай. Как вы уже поняли, это находится в Чехии. У нас будет три дня активного отдыха, но у вас это займет 30 минут. Так что устраивайтесь поудобнее, будет интересно и познавательно. Поехали! Собственно, где мы живем? Такие апартаменты. Видно, что старый дом, но немножко отреставрирован. Здесь первая комната, одна кровать, вторая кровать. Такие угодья. Там шкафчик, второй шкафчик, просьба не беспокоить. При входе здесь слева такой санузел с очень низкими дверями. Я, можно сказать, практически притирочку прохожу. Дальше вход на кухню. Здесь даже радио есть. Такой антентичный скрипящий пол. Разделение мусора здесь есть. Такая кухонная линия. И еще одна комната. Ребань, можно твои апартаменты посмотреть? Здесь такой диван. Такая, как лоджия. Для детей. И еще одна кровать. Остановились в моем городе Турнов. Апартамент, так и называется, Чесский рай. Может он показаться немножко такой уже старенький, затертый. Но мне кажется, это просто старое здание, реконструированное. И его сейчас задают. Цена довольно-таки небольшая. Но мы преследовали цель, чтобы остаться в городе. Какая-никакая инфраструктура, удобство. И отсюда, в принципе, в большинство точек Чесского рая можно добраться. Так что не будем терять время. Пойдем. Так, в общем, у нас первый день. Мы решили не терять время. Надо было, конечно, отдохнуть. Мы все-таки решили сразу же идти в поход. В общем, у Любани там в наушниках какая-то пресс-конференция. Но она все равно пытается быть с нами. Отправились мы в поход. Но большую часть маршрута сейчас проходили по городу. Собственно, через сам город Турнов. Через какие-то гаражи. Сейчас идем вдоль речечки. Речечка, по-моему, как-то так, Езера называется. Его уже покинули. У нас план посетить его. Ну, более детально посмотреть. На третий день. Сегодня пойдем в Чесский рай. Северную часть, которая находится над Турном. Любаня только что так в прикол спрашивала. А где же ворота в Чесский рай? И здесь как раз выходим за угол. И вот такая вот арка. Сверху там железная дорога. Пройдя эту арку, и сразу же вышли к замку. Замок Грубый Рогозец. Как-то так называется. Но есть одно но. Он находится вот там вот на вершине. В самом верху. Мы приняли решение. То, что, наверное, мы не будем подниматься. Терять время. Хоть что-то успеть. Просто взлетели, полетали вокруг. И идем дальше. А вот там вот тоже прикольно. Труба идет с замка. И зашита такими камнями. То есть неизвестно, куда оно потом все это девается. Наверное, какая-то дождевая вода собирается. Замок Грубый Рогозец был заложен приблизительно во второй половине 13-го столетия. И изначально выглядел иначе. А уже к 1534 году приобрел похожие формы, как мы его видим сейчас. С 2002 года замок охраняется как национальный памятник культуры. На территории есть небольшой английский парк. Замок открыт для посещения и предлагает экскурсии. Возможность увидеть, как жили прошлые владельцы графской семьи. Отходим уже от замка. Вот там вот такой вот за мостиком стенд был. То, что какая здесь флора и фауна. Какие жучки, птички водятся. Там за ним еще дальше было таких три водоема. Выглядело это, конечно, как три болота. Но они такие явно видно, что штучно сделаны. Потому что четкие формы. И сейчас идем вот по вот такой вот офигенной большой полянке. Идем пока через поселок Доланки. По красному маршруту нам еще... В общем, нам еще идти-идти. В этом поселке Доланки также есть вот такой вот кемпинг. И прямо возле него дом Ческого рая. Музей, я так понимаю, находится. Пока мы идем вот-вот по такой вот жеописной дорожке. Вдоль, конечно, каких-то чьих-то угодий. Очень так прикольно. Вроде бы и поселочки такие проходим. Вот, все ограждено. Но все равно разметка есть, куда идти. В общем, зашли уже в лесок. И здесь именно прям какая-то птица. Очень жесткие какие-то звуки издает. Но надеюсь, что это не какой-то знак. О, слышите? Через этот лес мы вообще вышли на дорогу. И здесь, вы не поверите, автобусная остановка. Сошли мы уже с дороги. И вот здесь вот такие вот почтовые ящики. Адрес. И получается такие, как квартиры. Но, самое удивительное, то, что, как видите, домов здесь нет. А дома находятся вот там вот. То есть, если вам пришла какая-то посылка, либо что-то, то вам надо к почтовому ящичку так нормально пройтись. В общем, очень увлекательно получается. Начинается дождик. Причем, ну, солнышко светит. И мы даже дождевики ничего такого не взяли на сегодня. Точнее, все оставили в номере. Так, а ну куда пошли? Знак видели? Уже очень даже так темнеет. В общем, были только что на такой смотровой площадке. Смотровая площадка очень громкое название, потому что там было видно какие-то руины замка. И дальше что-то похожее на номер. Вот такие вот камни удивительной формы, ступеньки. И, в общем, такая приятная атмосфера леса. В общем, мы уже в Турнове, в гостинице вернулись. В принципе, мы достигли того, чего хотели. Дошли до поселка Малоскала, дошли до замка, но уже все было темно. Бессмысленно было что-то записывать, тем более летать на дроне. Можно было сегодня просто приехать и отдыхать, но как-то не хотелось. Мы знали то, что мы дойдем вечером, но все же пошли в путь. Назад мы вернулись, кстати, на поезде. Мы должны были идти назад около трех часов, и уже было темно. Через лес, ну, в общем, такая себе перспектива. Был автомат там, где можно было купить билеты, и спокойно доехали. То есть мы сэкономили, можно сказать, три часа, три с половиной. Уже покушали, и сейчас будем отдыхать. И завтра пойдем на целый день в основную часть Чешского Рая. Сто процентов будет интересно. Так, ну что, доброе утро. Второй день у нас. Мы приехали в центральную часть Чешского Рая. Самый большой заповедник, центральный. В поселок Засадки на замок Валовец. Что мы предприняли? Потому что общественным транспортом было сюда очень сложно добраться. Машину оставлять здесь тоже не очень такой вариант, потому что нам придется сюда возвращаться. От дома здесь где-то 15 километров. И приехали сюда на такси. И планируем идти дальше по основной части заповедника. Другой конец. Посмотрим, что с этого получится. А сейчас пойдем к замку. Собственно, мы уже в замке. Вход сюда составит 50 крон на данный момент. Так как у нас крон вообще нету. Какой-то и заплатить не получается. В общем, мы кое-как договорились. Оплатили евро. Стоило это 7 евро за 3 человека. Выглядит это как руины. Здесь при входе сразу же такая аудиозапись об истории замка. Частями видно, что там какие-то лестницы стоят. То есть можно было бы это все убрать, но в целом очень антетично выглядит. Более точно на нижней смотровой площадке. Выглядит это, конечно, очень прикольно. Там такой столик стоит. Как будто для романтических свиданий. Без стульев, без ничего. Часть такого сооружения просто выбита со скалы. Ну вообще, я так понимаю, что этот замок сделан с цельной скалы. Просто такие вот еще на этой стройке. Здесь такую сделали инсталляцию камина. Но он из дерева. Я думаю, он не очень эффективный по теплоотдаче. Учитывая, что он деревянный. Такую статуэтку поставили. И все собирают монетки. В общем, загадывают желание. Здесь какой-то вход. Прям вообще мышка на гнездо. Очень низко. Я, можно сказать, почти на коленках сюда иду. Что там? Тепленькая здесь. Остаемся здесь? В общем, уже выходим. Здесь очень прям узенько. Так, надо пролазить. Люба не издевается надо мной. Говорит, ты здесь не пройдешь. Говорю, я высокий, а не жирный. Говорит, у тебя ваши плечи широкие? Исправила, да, Кать? Валычев. Валычев – это руины средневекового скального замка на западной окраине Чесского рая. Эту крепость частично выбили из цельной скалы еще в 14 веке и дополнили деревянными сооружениями. Впоследствии пожаров деревянная часть сгорела, но спустя годы замок достроили из камня. Валычев стоит на высоте около 320 метров над уровнем моря. С 1967 года он охраняется как памятник культуры. Многие здесь начинают или заканчивают свой поход. Замок Валычев является важным пунктом Чесского рая. Буквально немножко зайдя за замок, и вот такие вот сказочные скалы, как будто какой-то швейцарский сыр, все в дырочке. Подымайся вверх по таким корягам. Вот, пожалуйста, там чья-то будка. Вот, пожалуйста, такая комнатушка. С окнами сделанными. Прикол. Везде, кстати, расположены какие-то скамеечки, там где можешь посидеть, даже столики в некоторых местах отдохнуть. И дальше продолжать путь. Дальше мы идем по зеленой тропе к замку Кост. Нам идти где-то 9,5 километров, но это не весь путь. Но пока начало очень нравится. Действительно есть ощущение, что ты идешь по заповеднику, по лесу, ландшафт постепенно меняется. То есть проходили там одну такую деревушку, но в любом случае их гораздо меньше, чем вчера, чем в северной части. То есть пока намного приятней маршрут. Пока что проходили какие-то частные угодья, скорее всего. Такая вот там территория для загона скота. Обтянута такой, как проволокой. И внутри там видно была такая, как надзирательная вышка. Типа что-то так выглядит. И выходим опять на какое-то поселение, на какую-то деревню. Мне казалось, что если это заповедник, то заповедник как-то поменьше должно быть, инфраструктуры как-то так. Потому что когда мы были в Словацком раю, в Словакии, то там вообще практически никаких поселений не было. Прошел, отдыхаешь, там запрещено какие-то палатки ставить. Запрещено там останавливаться. И то есть как-то более охраняли эту часть. А здесь, наверное, немножко другая ситуация. Так, сейчас будет краткий экскурс. Какой наш план на сегодня? Где мы жили? Где мы жили? Жили мы тут. Мы приехали в Валычево. С Валычево мы пойдем вот так вот. Сейчас мы уже находимся вот здесь. Пойдем вот сюда в Кост. Тут нас ждет замок. С Коста мы пойдем, наверное, зеленый. По зеленый, потом по красный. Дойдем в Троцкий замок. То есть это будет третий замок наш? Да. И с него мы должны будем прийти в грубую скалу. Это тоже замок. Еще четвертый замок. Да. Потом влаг, он же поезд. И едем обратно в Турно. Сколько километров? 25. 25 километров? Где так. Это вообще чепуха. Да. Немножко уже теплее стало. Прошли деревню Новавес. Видно то, что деревня такая ухоженная. И наблюдали, как в некоторых дворах просто стоят огромные такие камни, валуны. Которые свойственны этой местности. Также в этой деревне есть водоем. Комаровский рыбник. Как-то так называется. Но мы его проходить не будем. То есть обходим так немножко стороной. Чтобы не терять время. И опять можно наблюдать, как меняется ландшафт. Вот посмотрите, какой сосновый лес. И сразу же запах немножко такой. Совершенно другой. Видно то, что здесь рука человека прикоснулась. Вырезали деревья. Такой участок. То, что полностью квадрат вырезали. А дно дерева посередине оставили. Но одно радует то, что вот такие молодые насаживают. Будем надеяться, что омолаживают вес. А не дальше под вырубку. Любань, вкусный грибок. Вышли уже на дорогу. Там вот видно было то, что какие-то машины уже стоят. И видим то, что велосипедисты проезжают с какими-то бумажными картами. То есть, наверное, какое-то ориентирование в местности. Потому что именно с бумажной. Благо, что мы по асфальту прошли только кусочек. И повернули уже на красную тропу. То есть, зеленой повернули на красную. И опять идем через лес. Так гораздо приятнее. Тропа проходит по такому мини-гран-каньон чешский. И видно то, что такая корневая система деревьев просматривается. И шли мы вдоль вот этих болот. Только которые дальше, там болото намного красивее было. И пришли, собственно, к замку Кост. Вот он. Пойдемте смотреть. В общем, внутри такой дворовой зоны. Там вот билеты покупать. Там вот можно велосипеды поставить. Две новости заключаются в том, что вход туда платный. Но вы не можете просто так зайти, пройти. И пойти дальше по своим делам. То есть, там только группами. И в определенное время выпускают. Так, у нас немножко сжатое время ждать. Когда мы зайдем в группы и потом выходить. Скорее всего, мы, наверное, не пойдем. Сейчас подумаем. Это довольно-таки долго затянется. То есть, нельзя там зайти, просто пройтись и выйти. Замок Кост – один из средневековых замков Чехии. Расположенный в заповеднике Ческий рай. Он был возведен в первой половине 14 века. Особенностью расположения замка, что его возвели не на холме или труднодоступной скале, а в долине. Раньше с трех сторон вокруг замка были выкопаны три пруда. Разрушив плотину, можно было быстро создать вокруг замка труднодоступную местность. Два пруда сохранились до наших дней. Сейчас в замок можно попасть только с групповой экскурсией по выбранному маршруту. В общем, покинули мы уже замок Кост. Не решились мы, не пошли вовнутрь. Зато инвестировали это время в обед. Покушали, не голодные, идем дальше. Возле замка такой же. Вот такой водоем находится. И мы пока идем вдоль него. И шли только что через такую болотную местность. Вот там вот. И вот деревья упали. Самое странное, что здесь довольно-таки узкий проход. Но здесь кто-то ехал даже на велосипедах. И не один. Потому что следы остались. Я не уверен, что здесь веломаршрут проходит, но кто-то здесь ехал. Снова идем вдоль дороги. Там вот такой участок был. То, что камни обрушились. И дорога частично перекрыта, сужается. Там действительно было видно, что кусок скалы откололся. В общем, прошли мы где-то уже, наверное, около 18 километров. Даже встретили такой знак. То, что Либерецкий край. То есть, походу, мы какую-то область сменили. Чувствую уже себя, как будто хоббитом, который несет кольцо. Встретили каких-то банду недомотоциклистов. Потому что они на каких-то полумопедах ехали. Встретили мы, в общем, змею или ужика. Ну, она такая маленькая была. В общем, живы остались. Идем дальше. Вот, настоящий коридор человеческого позора. Вырезанные деревья. Целая куча. Вот там, наверное, самый сложный участок тропы был. Приходилось так, сползать практически. Приходилось, мы еще сползаем. Ну и да, еще сползаем. И вот смотрите, какие камни. Красота. В общем, подходим уже к нашему последнему пункту. Грубо скала. Замок. К третьему, к Троцкому мы не пошли. По одной простой причине. То, что уже скоро начнет темнеть. И то есть сюда бы мы дошли, уже точно было бы темно. Может попробуем завтра к нему подойти. Но мы его уже сегодня видели, пока шли. И вчера также мы его видели. Думаем, может все-таки завтра подъедем. Если бы мы, конечно, вышли раньше сегодня в поход. Или бы это было бы лето, не была бы осень. То 100% дневного времени бы хватило, чтобы посетить все четыре замка. Так что, уверен, у вас получится. И вот, переходя мост, нас встречают статуи Святого Флориана и Лаврентия. Первое упоминание о замке Грубо скала датируется в 1353 году. Его возвели на группе скальных вершин, чтобы можно было использовать рельефные высоты для обороны. В настоящее время в замке есть гостиница, ресторан с террасой и прекрасным видом. Местами замок обросший зеленью, тем самым добавляет какой-то сказочности. Часть замка сохранили как музей, открытым для туристов, с возможностью подняться на смотровую башню часами. И, конечно же, мы не смогли пройти мимо такой возможности. Сюда наверх можно подняться, и вот здесь вот такой часовой механизм. Слышите, как он клацает? Я вообще думал, пока поднимался, то что кто-то спускается. Балка, часть механизма. Вот, опять нас преследует. Вот там вот Долит, Троцкий замок, куда мы сегодня не дошли. Но, наверное, это было правильное решение, потому что уже сейчас видно то, что уже закат. Вид отсюда, конечно, потрясающе открывается. В общем, целый день у нас такой интенсивный поход. И под конец нам еще надо так поднажать. Потому что, пока мы гуляли в замке, смотрели там, фоткали, мы поняли то, что если мы опоздаем на поезд, который отправляется через полчаса, то нам придется еще два часа ждать следующий. Или идти пешком 8 километров домой. То, что не очень хочется. Одно радует то, что мы уже пришли в город, грубо, скала. И, в общем, здесь совсем чуть-чуть осталось. Я думаю, мы успеем. В общем, мы так спешили на вокзал, что даже успели чуть раньше. Даже нам пришлось 7 минут ждать. А изначально, как мы вышли от замка, то мы не успевали там на 3 минуты. В общем. И сейчас уже в турнаме. Сейчас пойдем еще где-то поедим. И пойдем уже домой. Так, ну что, анализ второго дня. Прошли мы сегодня 32 километра. Это при том, что мы еще не дошли до Троцкого замка. Я думаю, больше, чем достаточно. Поели и уже очень уставшие пришли домой. Ноги уже прямо аж гудут. Главную часть Чесского рая мы, в принципе, прошли более чем. Завтра третий день. Пойдем на остальные места, куда мы еще не попали. Девчата, как вы? Живы? Хочу все. Хочу все. Ходим. Еще бы пошла, да, Любань? Она сбирается. Барь, сейчас воду вылывай и бежите. Давай, заправляйся. И бежите. Собирайся. Так, ну что, доброе утро. Третий день нашего трипа. И мы уже с гостиницей выселились. С хозяйкой договорились, что вещи оставим пока в машине. И саму машину оставили на парковке, чтобы не решать, где ее оставить в центре. А сейчас пойдем прогуляемся по Турновой, по городу. В общем, находимся на центральной площади Турнова. Это на месте Чесский рай. И здесь, в принципе, собраны самые главные достопримечательности. Чесская спорительная. Самое красивое здание всего города. Принадлежит банку. Ну вот, такая вот история. Там вот церковь Франтишика, святого Франтишика. Здесь вот колонна Пани Марьи. С другой стороны там городская администрация. Также здесь все выложено брусчаткой. И поэтому очень шумно здесь. И вот здесь мы нашли то, что ни в одном городе не видели. То есть можно здесь залипнуть, я не знаю, на полдня. Женька, прошу, демонстрацию. Вы нажимаете число. Оно показывается вам на карте. Оно светится. Историю этого места, то, что вы выбрали. То есть каждое место есть свое число. Вы выбираете, и оно вам рассказывает. И оно еще рассказывает на чешском, английском, польском и немецком языке. Это нет ни в одном городе. И это все бесплатно. Пожалуйста. Вот вам Турнов удивил. Вот здесь вот такой вот огромный, офигенный. Выглядит как полузаброшенный собор рождения Пани Марьи. А вот Женька идет, как зомби. Что, ножки не идут? Храм рождения Девы Марии возвели в 1853 году. В настоящее время храм стоит на месте, где находился монастырь. В 1424 году гуситы сожгли монастырь вместе с монахами. Также на территории храма находится обширное городское кладбище. Теперь давайте вернемся к городу Турнов, негласная столица чешского рая. Первое описание городе датируется в 1272 году. Население составляет почти 15 тысяч человек. Город стоит на реке Езеру. По инфраструктуре мне показалось, что город намного больше по численности населения. Но не стоит забывать, что это один из туристических центров Чехии. Так, ну что, мы добрались до Троцкого замка. Уже вот зашли. Можно сюда подъехать. Парковка стоит, по-моему, 80 крон, но они охотно берут и евро. Здесь вот касса. Вход для взрослого 140 крон. Можно заплатить картой. То есть с этим проблем здесь нет. И вот, собственно, мы уже во дворе замка. Идем внутрь. Два дня мы видели этот замок с разных точек Чехского рая. И на третий день мы к нему добрались. Я все время называл его Троцкий замок. И только приехав к нему, я понял, что это Троцкий замок. А точнее, крепость. Первое описание о нем датируется в 1396 году. Замок построили среди равнины, на двух скалах. На каждой из них возвели две крепостные башни. Та, что повыше носит имя Панна. Та, что пониже – Баба. Соединили их оборонительными стенами. На данный момент это больше похоже на руины. Но силуэт крепости является символом заповедника Чешский рай. Собственно, в чем сложность? Чешского рая. Вот карта Чешского рая. Вот это северная часть сверху над Турновым. Вот это центральная часть. И еще есть восточная часть. Первый день были на самой верхней. Второй день в центральной. Прошли вот такой вот маршрут. И сегодня пойдем еще на восточную часть. В принципе, на этом все. Приехали мы в Прохоровские скалы. Это, получается, наверное, одно из самых популярных мест Чешского рая. Но мы оставили это на третий день, так сказать, на десерт. Здесь такая вот большая парковка. Можно сюда приехать на машине. Парковка будет стоить вам 100 крон. И это, в принципе, на целый день. В общем, вот там вот вход. Так же стоит 100 крон. И вы выходите на вот такую вот полянку. Здесь, конечно, деревья вырезали. Но вид очень крутой. Здесь сразу поворачиваем направо. И поднимаемся вот туда вверх. Там должна быть смотровая площадка. Вот. Вот это выглядка Пехова. Установлена табличка. То, что она с 1930 года. Но каждый, кто сюда поднимается, очень тяжело дышит. Я, на самом деле, уже отдышался. И видно было то, что напротив там еще скалолазы. В общем, на самой вершине сидят. Очень стрёмно выглядит. Я бы точно не искнул. О, как вам такое место? Смотрите, камень падал, но не упал. В общем, это место очень похоже на Адшпах. Адшпах скотеплистские скалы. Там, конечно, место вообще просто бомба. Как по мне, ну, я не так много где был в Чехии, но это, наверное, number one. А вот здесь вот такой вот реально коридор. Коридор камней. Идем на следующую смотровую площадку, которая называется Витково. По зеленой тропе. Причем она обозначена на то, что она односторонняя, идет только вверх. Но люди навстречу шли. Ну, сейчас пока нету такого аншлага. Так что, я думаю, с этим проблем нет. Но летом, или когда высокий сезон, то, наверное, такой номер не пройдет. В общем, смотровая площадка здесь вот такая вот. Как будто какой-то французский балкончик. Очень такая маленькая. То есть, больше трех человек уже там места нет. И ступеньки здесь такие вытесаны с этого большого камня. Абсолютно разной формы, высоты. То есть, надо быть очень осторожным. Но перила есть, вроде бы надежно закреплены. Давай, в норку, в норку. Действительно, очень низко. Да, держите. Чтобы не упало. Здесь, видео записал. Вот здесь стоит такой очень интересный знак. То, что позаботились о людях, которые пришли с колясками. То есть, туда можно идти с колясками, с детьми. А сюда уже какими-то более сложными участками дороги. Это уже смотровая площадка Кришковского. Вот там вот табличка прибита. Вид сюда открывается на озеро. Да, здесь очень много таких смотровых площадок. Минус в том, что ты на нее поднимаешься. Потом опять спускаешься. И на следующую снова вам приходится подниматься. Любань, что не так? Ты умеешь, ты фотка-то. Все. Ищи себе других попутчиков. Вот такой вот спуск. Важно то, что находится вверху. Вот такие вот вершины. Да, спустились сюда вниз, в ущелье. И такое ощущение, что ты просто какая-то букашка. Такие вокруг. Субтитры подогнал «Симон» Ст Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...